Я думаю, что информация об этом, наверное, такая же правдива, как и о том, что Арсений Петрович является боевиком неизвестных группировок в Чечне. Мне кажется, что пока мы не увидим и не услышим от него заявление, но относиться к подобным методам давления или к подобным методам провоцирования политического кризиса является некорректным. Поэтому информация не соответствует действительности и официально об этом никто не сообщал. И таких планов на сегодняшний день у Арсений Петровича... Ну, опровержений было более чем достаточно. И Максим Бурбак, лидер вашей фракции, с таким опровержением выступил и министром внутренних дел Аваков. Вот теперь и вы. Вы, кстати, говорили сами с Арсением Петровичем. Нет, я с Арсением Петровичем сегодня не разговаривал. Ну, хорошо. А в чем смысл этого вброса? Понимаете, если бы это появилось на каком-нибудь скандальном ресурсе... Да, я только хотел об этом сказать. Мы обратили на это внимание только потому, что это РБК. Один из самых уважаемых источников нашей среды профессионально. Понимаете, если бы это написал какая-нибудь желтая газета или сайт какой-нибудь желтой газеты? Мы с глубоким уважением. Мы относимся к сайту РБК. Это достаточно действительно грамотный ресурс. Я думаю, что у них будут какие-то внимание, информация, почему это так. Однако официальная информация о том, что есть такие даже планы, такой как бы информации нет. Возможно, было сегодня какой-то процесс, который мог привести к таким выводам. Однако таких... А скажите честно, вы сами когда прости хотя бы на минуту, поверили в это? Знаете, я привык все время все проверять. То есть сегодня пресса является абсолютно не догмой какого-то источника. Можно прочитать все обо всех. В том числе о вас, в том числе обо мне, о Бориславе, о моих коллегах. Поэтому я всегда стараюсь проверять. То, что касается сайта РБК, это действительно правда. Это очень авторитетный сайт. И первое, что я сделал, безусловно, я позвонил в пресс-службу своей фракции, задать вопрос о том, что что-то произошло, а мы об этом не знаем. Более того, я уверен, что Российский Петрович, принимая такое решение, он бы заручился поддержкой своей фракции. Это более 80 человек, которые точно так же несут ответственность за политическую ситуацию. И мы четко получили ответ о том, что эта информация не является действительной.